Здарова всем любителям геншин импакт, с вами Трани, Триня. То есть Трейн. Данное видео посвящено одной из персонажей этой прекрасной игры. И как вы могли догадаться по названию этого ролика, сегодня я поведаю вам историю главного миллионера, филантропа и плебоя Манштата. Дилюка. Давайте не будем тянуть и я начну свой рассказ. Монштадтское виноделие знаменито по всему Тейвату, ведь Монштадт – это гора песен и вина. Дилюк, владелец винокурнира Свет, контролирующий половину винодельческого бизнеса Монштадта, фактически контролирует поток информации, сплетен и денег. В некотором смысле он – король Монштадта без короны. В воздухе Монштадта всегда витает запах алкоголя. Если последовать за этим запахом, вы непременно придете к винокурни Рассвет. Под названием Винокурни, гордо напечатанной на деревянной табличке, вырезана короткая фраза, гласящая, сохраняя верность традициям. Большинство считает, что эта фраза символизирует вино, остающееся верным своему первоначальному вкусу. Но старым рыцарем Мона напоминает о долгой истории взаимной поддержки между винокурней и городом. На винодельню время от времени устраивают праздники. Во время празднеств всегда найдутся восторженные отцы, желающие сделать молодого хозяина винодельни своим зятем и представляющие ему своих нетерпеливых дочерей. Обычно это заканчивается насмешками других гостей. Слава Архонтам, что мастер Дюлюк остается женатым на своей винодельне. Мы можем всегда быть уверены в том, что вину в наших бокалах не переведется. Неважно, кто или что попадется ему на пути, реакция Дюлюка всегда безупречна. Дюлюк – это экстраординарный джентльмен во всех аспектах. Дюлюк старается не упоминать о своем прошлом. Эх, если бы Дюлюк не покинул орден, с долей сожаления говорят старшие рыцари, вспоминая о той ночи. Это случилось очень давно. Отцом Дюлюка был мастер Крипус, предыдущий владелец винокурни. Он мечтал, чтобы Дюлюк стал почетным рыцарем и защищал свободу Монштадта. Молодой Дюлюк оправдал ожидания своего отца и прошел все рыцарские испытания, став почетным членом Орда Фаванюс. Как сына семьи Рагнвиндер, его к этому готовили с детства. За относительно короткий срок службы Дюлюк смог заслужить звание самого молодого капитана кавалерии. Жители Монштадта постепенно узнавали молодого, полного страсти и отваги. Капитана кавалерии Орда Фаванюс через его бесчисленные миссии и патрули. Чего бы ни требовало от него задание, он всегда сохранял честь и самообладание. Несмотря на все трудности, его меч вел его на передовую. Похвалы, которые он получал от горожан и своих товарищей, воодушевляли его. Но самой большой похвалой было хорошая работа. Я горжусь с тобой, сын. Слова цара сжигали огонь в его сердце и служили ему величайшей мотивацией. Эта вера ярко горела в сердце юного рыцаря. Дюлюк был тогда так молод, жизнь человека может измениться в один миг, сказал ему отец в тот роковой день, который оказался концом рыцарского пути Дюлюка. В тот день ужасное чудовище напало на конвой его отца. У Дюлюка не было времени послать за помощью. Сила чудовища оказалась неравнее молодому офицеру. Исход был ужаснее любых ожиданий. Крепус, которому было отказано в приеме в рыцаре, неугодный богам, победил монстра с помощью таинственной злой силы, прежде чем та же самая сила отразилась на нем самом. В конце концов Крепус умер на руках своего сына. Дюлюк вернулся в штаб ордена с тяжелым сердцем, но тут же получил немыслимый приказ от командующего скрыть правду. Эрох заявил, что инцидент должен быть объявлен для общественности несчастным случаем ради поддержки репутации Орда Фаванюс. Даже его желание спорить угасло, когда Дюлюк получил такой презренный приказ. Крепус однажды сказал, что мир никогда не отвернется от верующего человека, но Орда Фаванюс просто потоптались на его вере. Дюлюк не мог не задаться вопросом, во что верил его отец в последние минуты своей жизни. Он покинул Орда Фаванюс, оставив позади все, включая свой глаз бога. Когда-нибудь он не только отомстит, но и выяснит источник той злой силы, которая стала причиной гибели его отца. После того как Дюлюк ушел в отставку и оставил свой глаз бога, он оставил хозяйство главной горничной и покинул Монштадт. Во время своего путешествия по семей королевствам Дюлюк нашел ключи к тайне, которую он поклялся раскрыть. Все они великогромные организации, зовущиеся Фатуи, которая тайно создавала поддельные глаза бога и называла их глаз порчи. Именно их силой убила Крепуса. Каковы были мотивы его отца, чтобы владеть такой богохульной вещью? Неужели он хотел с помощью нее творить добро? Зная, что, возможно, он никогда не узнает ответ на этот вопрос, Дюлюк все же отказался отступать, не узнав всей правды. Подобно ястребу в пустыне, он начал свою охоту за истину и отправился туда, куда его вели улики. Несмотря на покрытые боевыми шрамами тела, его сердце и душа стали стойкими и непоколебимыми. То, что не убивало его, делало его сильнее. Однако его деяния привлекли внимание 11 предвестников, руководителей Фатуи, которые стали наблюдать за ним из тени. Многочисленные опустошенные Дюлюком крепости организации заставили их действовать. Жизнь Дюлюка от неминуемой смерти спас таинственный наблюдатель с севера, который был частью обширной подпольной информационной сети. Он утверждал, что уже некоторое время наблюдает за Дюлюком и согласен с его методами. После взгляда в глаза смерти Дюлюк задумался о своих действиях, питаемых давним гневом. Тщательно все обдумав, он решил присоединиться к этой подпольной сети. Также, как и Сардо Фаванюс, Дюлюк был полностью предан работе и, благодаря своим талантам и навыкам, быстро поднялся на вершину организации. Подпольная сеть состояла из волонтеров, которые добровольно отказывались от своей репутации, статуса и даже имени. Может ли его вера, пораженная смертью отца, быть восстановлена новыми товарищами? Сохраняя верность традициям. О значении этой фразы до сих пор идут жаркие споры. Но для Дюлюка она проста и ясна. Зло должно быть наказано. Никогда не забывайте, что подлинный рассвет еще не наступил. Одинокое путешествие Дюлюка длилось три года. Четыре года спустя возмужавший Дюлюк вернулся в Монштадт и продолжил семейное дело, став новым хозяином винокурнира Свет. За эти четыре года Эроха объявили предателем и изгнали из Орда Фаванюс, магистр Ордена в Орку ушел в дальний поход, а действующим магистром Ордена стала Джин. Возвращение хозяина винокурнира Свет должно было стать памятным событием, но каким-то образом оно прошло незамеченным. А все потому, что внимание горожан было приковано к загадочному защитнику Монштадта. О нем было известно только, что за ним тянулся запах Гарри, и перед тем, как он внезапно исчезал, вспышка пламени освещала его силуэт. Туши давно терзавших Монштадт чудовищ остывали в траве, неуловимые воры висели перед идолами, рыцари, вышедшие положить конец злодеяниям мага бездны, обнаруживали только его останки. Благодаря подогретой вином болтовне слова о деяниях загадочного стражника прокатилось по городу быстрой волной, и вскоре его окрестили полуночным героем. На публике дилюк героя презирал и хмурился каждый раз, когда кто-то произносил его прозвище. Один из посвященных в его тайну, председатель гильдии виноделов Эльзер, как-то спросил дилюка, должно ли было это показное отвращение к полуночному герою сбить рыцаря с толку и защитить его от разоблачения. Но дилюк, нахмурившись снова, был краток, и лишь ответил, что это просто пошлое прозвище. Напоследок расскажу вам про занятный факт, что дилюк и Кая являются сводными братьями, что можно узнать из манги которая фигурировала в видео и ссылку на которую я оставлю в описании. И да дружище, если вдруг тебе понравился этот видос, то подпишись на канал, ну или хотя бы влепилу Киславского и напиши о ком сделать следующую историю персонажа или другую идею для видео. А я пойду отдохну, потому что я задолбался монтировать это видео и писать этот текст. С тобой был твой верный братанчик Трейн. До скорой встречи!